Снеговик на саночках Подбор пряжи и подбор образца для расчета Потому что вязать основу мы будем нитками совершенно разными Вот у меня санки, основа золотая Основа под вывязывание снеговика Ирис, желательно приближенный к цвету снеговика Но это у меня только светло-светло-голубенький Еще нужен будет цвет для вывязывания ведерка Который на голове, это верхняя планочка Может быть серый, коричневый, какой угодно Ведро может быть любого цвета Итак, снеговик, но это следующий этап Сейчас для вывязывания основы мне нужно 3 цвета Ведро, санки и основа под снеговика Потому что сначала мы вяжем санки сосновые, хлопковые И потом надвязываем белого снеговика Уже большего объема и будем его формировать Почему ирис? Потому что это хлопок У нас подошва это санки Шерсть, причем достаточно такая толстенькая Если я возьму такой же толщины еще и основу Потом еще и чуть-чуть набью туда синтепоны, чтобы он объем держал Потом еще такой же толщины нитка Будут гигантские объемные носки Поэтому упрощаем и сокращаем объем Да и они как-то полегче будут немножко Поэтому хлопковые ниточки А хлопок, как правило, более тонкий Поэтому плотность вязания санок и основы под снеговика у нас будет разная И вязать мы будем их единым полотном, но разными этапами И, соответственно, ведро или верхняя планка Она тоже должна быть примерно равна размерам с санками Для того, чтобы мне не пришлось делать перерасчеты Потому что носки это такая вещь, которая не требует, по крайней мере, верхней части Уж очень сильного расчета Так, с шерстью разобрались Теперь со снятием мерок У нас есть нога Сейчас изображаю схематично нашу ногу Вот след Для того, чтобы не определить размер ноги Размер вязания носочка Есть несколько методов Кто-то берет Сейчас карандашом Кто-то берет Вот эту ширину Кто-то вот эту Ну вот у меня, например, практически равны Щиколотка и Окружность ноги По правилам берется Расстояние между точкой сгиба ноги и точкой пятки И либо Центр ноги Либо щиколотка Причем если брать щиколотку, то носок будет немножко потоньше Но это опять же зависит от особенностей ноги Кому-то так, кому-то так В любом случае Размер носка Должен быть приближен именно вот к этим двум меркам Потому что Здесь у нас в любом случае будет пятка Расширяющий элемент И как бы ни было Нога все равно туда пролезет Поэтому если брать по максимуму У вас будет очень такой Болтающийся ноги, широкий носок Это нехорошо Поэтому берем две мерки Точка Вступающая точка пятки Самая дальняя И сгиба ноги И щиколотка Здесь у меня 22 Здесь 29 По правилам Складываем 22 и 29 И делим пополам Получается 25,5 Я возьму 24 Я возьму чуть-чуть больше, чем щиколотка Итого у меня Ширина изделия 24 Это делаю, потому что Мне нужен носок узкий Я не хочу огромный широкий носок Теперь еще такой нюанс При резании носков Есть Когда мы берем Расчетный образец Его Вот не просто так Берете, кладете тряпочку И измеряете сколько что А немножко растягиваете Высоту и в ширину Потому что Если вы возьмете образец как есть Он у вас вот как есть и ляжет И будет болтаться на ноге Носки, колготки, перчатки Вот такие вот плотно сидящие на теле вещи Делают расчетные образцы Чуть-чуть их растягивая Для того, чтобы узнать Сколько в одном сантиметре петель и рядов У меня плотность Золотой нитки 3,33 ряда И 1,87 петли Это плотность 7,5 Это петельная проба золотой нитки Та петельная проба, которая меня устраивает Поскольку вязать Золотой и хлопковый Я буду Одновременно Это будет единое полотно Это не разная часть Не сшивное Все одним полотном пойдет Мне нужно сделать так, чтобы хлопок Примерно совпадал с шерстью То есть Настолько рыхлое было вязание Хлопка, чтобы оно По вот этим вот меркам Примерно хотя бы совпадало Если здесь 7,5 То вязание ириса У меня примерно такой же длины ширины 5 Плотность 5 Пересчитывать ничего не буду Считаю Расчет делаю по самкам По вот этой нитке Основы Ирис он как бы сам дополняет Потому что надвязывать самого снеговика Мы будем по ирису По контурам ириса Итак, делаем схему Схема самая простая Схема у нас обычный носок Наверняка вы все вязали носки Знаете, что у нас вяжется Верхняя часть Это верхушка Начинаем снизу То есть вот здесь вот подгиб Вяжем верхнюю часть до пятки Потом мы вывязываем пятку Потом мы вывязываем Основную часть Это след И с другой стороны Следа Для того, чтобы у нас шов ушел Не наружу, а внутрь Мы вывязываем вторую пятку Называем так пяточку Вторую И получается у нас носочек Это схема носка Самого обычного Вот так вывязываются стандартные носки Мы от этой схемы уходить не будем Мы воспользуемся именно ей Но распределим вот это вот вязание По схеме И будем вывязывать его частями Итак Беру листик И рисуем схему нашего носка С распределением ниток Рисую Сейчас будем в сантиметрах все это смотреть Это планка черным цветом Это вот эта ведерка С которой мы начинаем вязать Дальше мы вяжем Снеговика до пятки Еще раз быстренько-быстренько Пяточка Потом след И вывязываем носочек Сейчас мы распределим все в сантиметрах У нас Так это Черная планка Сантиметры сейчас будем распределять Дальше Вот здесь Видели узор У нас идет голова снеговика Она у нас находится над санками И идет над санками Это голова Дальше у нас идут санки Причем пятка у нас заканчивается посередине Вот так вот давить Так вот Половина носка Это и есть санки Вот где пятка первая находится Там у нас и санки И где-то вот тут Эти санки тоже идут Можно санки провести прямо А можно сделать их немножко Зауженными Вот Собственно все Вот это схема нашего носка Как мы будем вязать Обвожу красным То, что мы вяжем Санки 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 это золотой цвет Итак, санки мы начинаем вязать Раз, два Вывязываем пяточку Вывязываем часть до Соответственно вот здесь вот тоже Это все золото Вывязываем санки Вывязываем санки И дальше носки Носки, носки, носки Вот эта часть у меня идет золотым Это санки А вот эта часть Она вот здесь вот пойдет по прямой Здесь пойдет пятка По верхней части пятки нет Вот это вот у меня Ирис Вот такая вставка ирисом идет Собственно вот и весь наш носок Мы должны вывязать вот эту вот Вот такую конструкцию Двумя Извините, еще и черным Тремя цветами Просто Соединить это все в процессе вязания И получить основу На которую мы собственно Навяжем снеговика И придадим форму животику Украсим его И собственно носочек на этом будет и готов Так вот Считаем сначала длину Нашего носка У меня длина следа 22 То есть вот от точки Вот отсюда До середины Вот эта вот верхняя точка Середина первой части Здесь 22 сантиметра Количество рядов пятки И количество рядов носочки Тоже идет в длину носка Это обязательно Иначе носок будет очень длинный Поэтому точное количество рядов Мы с вами считать не будем Мы определим его прям по месту Мы посмотрим сколько рядов мы провяжем И вот это вот количество Будем учитывать при вязании Носочка Все в процессе вязания По поводу снеговика Ведро Какой длины я хочу ведро Если первая часть снеговика Еще и с ведром Ведро наверное сантиметра 3-3,5 3,5 у нас ведро Это планка черная Дальше 4-5 сантиметров пойдет у нас Размер головы Первый круг Первая голова Вот смотрите Вот такой вот головы Наверное достаточно снеговику Пусть будет 4,5 Вот эта часть 4,5 Дальше часть снеговика Который пойдет до пятки Вот Но пускай она тоже будет небольшая голова Вторая часть немножко побольше Сантиметров 6 тогда Вот здесь вот 6 И Здесь дойду наверное до середины следа Может чуть побольше 2-3 следа Либо половина Вот тут вот Как хотите Можно в половине Можно санки чтобы были закрытые Можно санки сделать открытые Тогда Санки можно делать прямо до носочка Все можно Но тогда учтите что у вас снеговик будет очень длинный Тоже тут нужно меру знать Поэтому 2-3 следа Либо половина следа Можно довязать до половины Здесь вот одна вторая И С одной второй сделать убавочки Так наверное будет лучше Посчитали Теперь Берем калькулятор И начинаем делать расчет Нашего носка уже конкретно Что мы будем вязать 3,5 это ряды Ряды 3,5 умножить на 3,33 11,6 Значит 12 рядов у меня подгиб 4,5 это Размер головы Умножить на 3,33 14,9 15 Ну пускай будет 16 рядов Дальше 6 Это Размер до начала пятки Вот до сюда 6 6 умножить на 3,33 Равно 19,9 Это 20 Рядов Дальше у нас идет пятка Как идет И 22 Это общее количество рядов 3,33 Равно 73 Ну пускай будет 70 Это вся длина нашего носка В том числе носочек и пяточка Вот эти вот уголочки Которые мы с вами будем считать Как я уже сказала в процессе вязания Иначе Ну не стоит считать то Что можно посмотреть По существу Как оно пойдет Теперь ширина Поскольку я определила Что у меня ширина 24 Умножить на 1,87 44,8 44,45 Ну 45 на 2 не делится В принципе не обязательно делить пополам Можно пятку сделать побольше Это все таки самки Или поменьше наоборот Пускай снеговик будет больше Это не важно Вот как раз в таком контексте Это вообще абсолютно не важно 44,45 Так 45 Ну еще учитывать Что все таки должен быть шов Пускай будет 46 Делаем 46 Потому что у нас будет шов Все По поводу Вот этого размера Где у меня будет половина Я тоже определюсь Когда буду вывязывать Пяточку Ну в принципе я могу сейчас определить Что если 46 пятка А 46 это общая длина Пятка составляет половину Это 23 23 петли Я убираю до 1,3 Ну можно считать Можно не считать Посчитаю потом В конце концов это не так важно Главное это будет записать Потому что потом мы с вами будем Ввязывать снеговика А можно и не записывать Потому что он будет уже По готовым рядам идти Все Вот как провязано Под готовым рядам Мы с вами провяжем Этого снеговичка Нашего Все Расчет готов Нюансы только в вязании Потому что Как я уже сказала Это все единым полотном идет Мы получаем Не важно какая у вас машинка Все будет выполняться Одинаково Вывязываем Вывязываем Сначала Черной частью ведро Потом Голову вяжем ирисом Эти 16 рядов Потом идет раздельное вязание Сначала у нас ирис Потом Наше полотно Либо сначала полотно Потом ирис Это уже как пойдет Но Сейчас мы будем смотреть Именно на Походовое вязание Потому что Рассчитывать заранее не буду Будет все гораздо понятнее В процессе вязания Итак Берем машинку Делаем набор 46 петель И вяжем Ведерко 46 петель Беру черную нитку И Делаю Начальный ряд Я делаю набор Обвивом Обвиваю каждую иглу Потому что У меня машинка Это позволяет Если у вас машина С нитеводом Вы берете И делаете набор С помогательной ниткой Так как вы К этому привыкли Провязали несколько рядов С помогательной ниткой Один ряд Ниткой с катушкой Можете провязывать Можете не провязывать Чтобы облегчить себе Возможность Пользоваться Открытыми петлями Которые мы с вами Соединим с основным полотном У нас получится Хороший подгиб Итак Я сделала наборный ряд И сейчас провяжу Один ряд На Каретка с другой стороны Осталась Один ряд провязываю Вот такой нюанс Ведерко я буду делать Красиво И поскольку сейчас Я вяжу нижнюю сторону подгиба Ну вот как у нас идет подгиб Подгиб идет вот так Вот так вот идет подгиб изделия Вот он Вот изделие Внутри у него подгиб Видите вот Поэтому вот эти две части У нас одинаковые В расчет идет Как будто бы одна часть Но вяжем мы их две Потому что одна подгибается И вообще не считается Изделие идет вот таким вот образом Подгиб Загибается И Само собой То что вот с этой стороны Изделие идет изнанкой Этот подгиб идет лицом Лицевой вязкой Если я хочу Сделать на вот этой вот части На подгибин Какой-то узор Например дырочки Вот у меня пойдут Вот такие вот ажуры Если я буду просто вязать черным Эти ажуры Никто Никогда не увидит Что они тут такие красивые И такие дырчатые Поэтому я сделаю хитро Внешнюю часть Которая у меня идет на изделие Само ведро Я провяжу черным А внутреннюю часть Вот ту Которую вот сейчас у меня На иголках Я провяжу Ну например золотым Золотым или белым Не важно Можно провязать белым Наоборот Белым у вас получится Ведро с дырками Такое дырявое ведро Это будет даже лучше Чем золото Потому что золото У нас все-таки санки А белый снеговик Белые даже лучше Поэтому сейчас Я беру И провязываю У меня 12 рядов По расчету подгиб Один ряд Я уже провязала Вот этот вот Провязываю еще 10 Делаю зубчатый перегиб И вяжу вторую часть Уже с изором То есть сейчас 10 рядов Так Ряд здесь Ряд здесь Ряд здесь Да 10 рядов я провязываю Белым цветом Это будет основа Моего носка Внутри пойдет белый Снаружи пойдет черный С ажурами Ажуры будут просвечивать На белый цвет Будет очень красиво Поэтому сейчас Провязала Два ряда черных Как основу Сделала И все Теперь беру Белый Провязываю 10 рядов Потом возвращаюсь К черному цвету И делаем зубчатый перегиб Все Очень просто Черный мне пока не нужен Беру белый 10 рядов Два ряда черных Два ряда черных Два ряда черных Белый Убираю Белый Белый Убираю Возвращаюсь Возвращаюсь к черному Могу не отрывать нитку Потому что все равно Все это пойдет Зашиваться И делаю Зубчатый перегиб Провязываю Ряд Теперь ряд 1 Ряд 2 И на этом втором ряду Я делаю Переброс Игл Петель на Соседний угол Причем перекидываю Каждый второй угол Самый симпатичный Зубчатый перегиб Через 1 петлю Такой остренький Каждую вторую петлю Я перекидываю На Соседнюю Уголку Таким образом У меня зубчики Получаются очень симпатичные Но лучше чем Просто прямой край Вот такое вот Ведро С рваными краями Еще и просвечивающее Во все стороны Вот такой эффект У нас будет с вами Снимаю И Провязываю Вторую часть Ядра После чего Делаю Соединение подгиба Так, но здесь уже Нечего переносить Так Сделали Все иголки Ставлю на место Перегиб заключается в том Что у меня все иглы Продолжают работать Образуется Ажуры Которые и являются Нашими Зубчатым краем И провязываю Обратно Еще два ряда Вот И теперь Могу спокойно Вывязывать Одиннадцать Так Вот я вывязала Вот до сюда Дошла Десять И один Я должна еще Одиннадцать рядов Провязать С С узором С узором Итак Считаю Раз Зачем считать У меня есть Счетчик Счетчик в этом плане Лучше Чем Считание Подсчеты На глаз Раз И теперь Занимаюсь тем Что Делаю пересад Как я буду Вести Вот эту вот Дорожку Я могу Брать каждую Ну допустим Третью Четвертую Пятую Петлю Не важно У меня нету К сожалению С собой Линейки Так Ну Считаем Раз Два Три Четыре Пять Вот Каждую Пятую Между Петлями Четыре Между Снятыми петлями Четыре иглы Раз Два Три Четыре Пятую На соседнюю Раз Два Три Четыре Пятую На соседнюю Тогда я точно Не запутаюсь И Все сделаю Правильно Можно делать Еще раз говорю Можно так не делать Но мне кажется Так будет гораздо Симпатичнее Так Все иголки В рабочее положение Мне надо проверить Язычки Особенность машинки Кого не надо Тем не надо Два ряда Теперь беру Соседнюю Иголку И делаю То же самое Можно делать Прямые ряды Можно Уходить в сторону Мне кажется Уходить в сторону Интереснее Здесь все С этого края Я больше делать Ничего не могу Со следующего края Когда у меня будет Больше четырех Игл Я тоже буду Плетать их В узор Так Чтобы у меня Каждый раз Между иглами Ажурами Между петлями Ажурными Было Четыре Петли Полноценные Следующие Следующие Вот это С нее Убираю Ну вот С этой Я убирать Естественно Не могу Начну Со следующего Ряда Уже И так далее Провязываю Вот таким Вот образом Длину Подгиба Такое Дырявое Ведро У нас Получается Следующий Ажур Вот тут Их По Ажурам Хорошо Видно Не Перепутайте Ну и Соответственно Если Четыре Иглы То Вот с этой Мы тоже Уже Можем Снять И Тоже В следующий Раз Пойдет Создавать Нам Узор Так Это У меня Уже Семь Восемь Денете Еще Два Раза Такую Дырчик Мы Делаем Она Просвечивает Вот даже Видно Белый фон Просвечивает Очень интересно Проверила Язычки Девять Десять И последние Вот здесь Перекидки Провязываем Последние Два Ряда И Начинаем Соединить Подгиб После чего Переходим К уже Вязанию Собственно Основы Основы И Сан Зубки С дырявым Ведром Мы Закончили Раз Два Можно Соединить Посмотрим Что получается Наместили У нас Зубчатость Вот они Все зубы Вот они Зубья Вот там Просвечивает С этой стороны Не видно Потому что Это все-таки Изнанка И теперь Берем И спокойно Надеваем Либо открытые петли Либо как у меня Обвивы На иголке Соединяем Подгиб Ведро Закончили И Дальше Мы Спокойненько С вами Будем Вывязывать Основу Под Снеговика В принципе Чисто Теоретически Конечно Можно Вывязать Сначала Снеговика Потом Сверху Основу Тоже Вариант Но Дело в том Что Снеговик У нас Изначально Больше Чем Носок Только Поэтому Мы Вяжем Вторым Ярусом Если Мы Сейчас Вывяжем Что-то Можно В принципе И сейчас Вывязать Что-то Больше Потом Подвязать Но Это Хочу Слева Хочу Справа В данном Случа Это Вообще Не важно Как Вам Ведро Потом Доформляется Когда Уже Готов Снеговик Привязываем К нему Душку Черную Чтобы Совсем Было Красиво Бока Закончили Все Мы Закончили Подгиб Он Прекрасно У меня Оформлен Вот эти Все Зубы Потом Можно Будет Всего Лишь Подтянуть Провязываю Один Соединительный Ряд Чтобы Сбить Все Обкрут И Заодно Соединю Черные Нитки Между Собой Все И мы Об этом Провязали И забыли Эта часть Готова Черный Мне больше Не нужен Совсем Не нужен Я его Отрезаю И убираю Все Свою Задачу Выполнил Связываю Нитки Между Собой Потом Я их Уберу Внутрь Подгиба Все Подгиб Ведро Закончено Следующий Этап Следующий Этап У нас Основа Под голову Снеговика 16 рядов У меня Еще один Листик Вязание Ирисом Происходит На пятой Плотности Пятая плотность Близка К седьмой С половиной Плотности Шерсти Естественно Сначала Нужно Сделать Образцы Образцы И вот Такие Вывязываю Так Чтобы Посмотреть Какое Количество Рядов И петель Совпадает Чтобы Вот это Все Выровнялось Они Должны Иметь Одну Ширину Оба Полотна Одну Длину Выбирайте Методом Проб Потому что Если вы будете Вязать на одной Плотности Поставляйте Ирис На седьмой Плотности Это будет Огромная Рыхлая Сетка Которая Растянется Гораздо Больше Шерстяного Полотна Тут Нужно Именно Методом Подбора Делать На небольшой Тряпочке Там 10 на 10 Петелечках Вы провязываете Нужной Плотностью Шерсть И уже Под нее Подгоняете Хлопок 16 рядов Так Плотность У меня Пятая 16 рядов Обнуляю Щетчик 16 рядов Вяжу Ирисом Таким образом Я вывязываю Основу Под верхний Шарик Головы Снеговика Можно тут же Соединить Ирис С этой Ниткой Чтобы Не было У него Желания Растягиваться Сразу Будем С вами Завязывать Так Раз Два Три 16 рядов Привязали 16 рядов Можно посмотреть На Просвечивающее ведро Дырявое Отлично Просто сказочное ведро Теперь Моя задача Начать вязать Основное полотно У меня 20 рядов Это Начинаются Санки Под спинкой У снеговика Санки Санки Идут Золотой ниткой Основой Идет Ирис Ирисом Знаю Что это 20 рядов Учитывая Что здесь Еще и Будет Пятка Для того Чтобы не Городить Сложности И не делать Себе мешки Не усложнять Не снимать Ничего На вспомогательную Нитку Облегчаем Себе Работу Максимально Провязываем Сначала Одну часть Потом Вторую Пятку Потом Итак Еще раз Сначала Провязываем Ирисом Часть до пятки 20 рядов Вторым Ярусом Провязываем Санки Золотые 20 рядов Надевая На полотно Вот этот Ирис Провязанный Вывязываем Пятку Заодно Считая Количество Рядов Чтобы Увеличить Рассчитать Общее Количество Рядов Следа За Минусом Пятки Потом После Пятки Провязываем Вторую Часть Основы Снеговика Вот эту Вот И после Этого Мы уже Провязываем Всю Весь Носок До Конца Основу Санок То есть Мы разделили Нашу Работу На Несколько Частей Для того Чтоб Не Усложнять Себе Жизнь Итак Сейчас Я вяжу Первую Основу До Пятки Наверху У меня пятки Естественно Нет Но Этого Длину Я знаю 20 рядов Обнуляю Счетчик Перевожу Нитку На Другую Сторону Пускай Здесь Будет Не 16 И 17 На Лисе Это Не Важно 17 Могу Вот Здесь Подправить 17 Реально Реально 17 Исправили Буду Знать Теперь Моя Задача Провязывать Только Половину Полотна Вторую Часть Я ставлю В переднее Положение У кого Машина Сните Водом Рычаги Частичного Вязания Включить Чтоб Они Не Забирали Иглы В Работу Иначе У вас Все Провяжется Нам Это Не Надо Мы Вяжем Только Половину Для Облегчения Себе Работы Можно Даже Петлю Снять На Соседнюю Оставить Иглу В заднем Положении Чтобы Здесь У меня Было Отверстие И я Случайно Не Переплела Между Собой Иглы Это Делать Категорически Нельзя Никаких Обвивов Никаких Переплетений Ничего Нет Мы Вяжем Только На Половине 20 Рядов У кого Нитевут Тем Просто Раз Два Три Четыре Просто Сручной Прокладкой Сложнее Но Самое Главное Не Перевить Никакие Иголки Навешивайте Грузики Вот сюда Обязательно Оттяжные Скрепочки У кого Машина С Нитеводом Потому что Вот здесь У нас Бразуется Мешок И он Вам Может Мешать Машина Может Сбрасывать Полотно Оттяжки Не Забывайте 15 15 17 19 20 20 Рядов Я Провязала Теперь Вяжу 20 Рядов С другой С другой Стран Эти Иглы В Переднее Положение Возвращаю Назад Петлю Которую Оставляла Подержать Чтоб Она Не Мешалась Вот Здесь В принципе Тоже Можно Чтоб Не путаться Эту Петлю Оставить Когда Я Дойду До 20 Ряда Я Ее Перекину Обратно Так Теперь То же Самое Выполняю С Не Забываю Что Золотая Нить У Меня Идет На Плотности 7,5 Плотность 7,5 Так 7 7,5 Золотая Нитка И Рис Чтобы Он Не путался Убираю В сторону С игол Ничего Не Срезаю Как Он Есть Он Здесь Остается Висеть Беру Просто Золотую Нить Ставлю В рабочее Положение Иголки Санок Проверяю Неуловимой Конструкцией Которая Все время Убегает И Провязываю 20 рядов Итак Ниточка Щетчик Так Щетчик Нитки В переднем Положении Плотность Все Все Исправлено Все Стоит Как Надо Проверили Вяжем Раз Два Ряд Раз Два Завязываю Узелок И смотрите Что мы Теперь Делаем Есть Несколько Вариантов Я могу Провязать Все Раздельно Потом Шить Это Вариант Но Это Грубый Вариант И мне Придется Еще Лишнее Целодвижение Делать При Шива Это Все Поэтому Сейчас Я соединяю В процессе Вязания Учитывая Что Количество Рядов 20 Я Каждую Протяжку Вот эту Межузелковую Надеваю На Иголку До Край Есть Край Протяжка Вот Я Надеваю Учитывая Что Количество Рядов Совпадает Вот Этих Протяжек В два Раза Меньше Чем Рядов Их Тут 10 Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Я Не Перепутаю Каждую Протяжку Провязала Раз Два Надела На Машину Таким Образом Я Соединяю Полотно Сразу И Мне Не Важно Какая У Машинка Я Так Делаю На Любой Любая Машина Такую Операцию Выполняет Одинаково У меня Идет Соединение Все Причем В данном Случае Можно Вязать Сначала Золотую Потом К ней Присоединять Ирис Хлопковую Можно Вязать Хлопковую Потом Присоединять Это Вообще Уже Не Важно Принцип Один У нас Всего Лишь Идет Соединение Вязания Чтобы Не Было Дыры Когда Мы Будем Вязать Снеговика Мы Будем Присоединять К той Нитке Которой Нам Удобно Чтобы Все Закрыть Чтобы Нигде Ничего Не торчало У нас Выравнивается Полотно И Оба Полотна Сшиваются Сразу Никаких Дырений Никаких Дальнейших Усилий Не потребуется Все Сразу Происходит 16 16 Там же Дело К концу Уйдет 17 17 Вот Она Последняя Протяжка 19 20 Мы С вами Провязали Основа Под Снеговика Голова Первая Первый Шарик Он Целиковый Торчит Над Санками Спинка Санок И Первый Шарик До Пятки Вот он Первый Шарик Сейчас Наша Задача Будет Провязать Пятку Пятка У нас В расчет Вязания Не идет То есть Эти иглы Как стояли Впереди Они И по-любому Будут стоять Впереди Потому что Мы с вами Дошли Вот До Вот этого Момента Мы с вами Вот здесь Находимся Сейчас Эти иглы Как стояли Так и стоят Мы с вами Вяжем Только на Санках На санках Вяжем Обычную Стандартную Традиционную Пятку Ничего Другого Традиционная Пятка Вяжется До 1 Третьей То есть Количество Рядов Вообще Не зависит Не только От того Что у нас Одна Треть Одна Треть И Одна Треть От количества Петель Зависит Количество Рядов Ничего Больше И такой Момент Как правило Это все Четко На три Не делится Там То ли Чуть Больше То ли Чуть Меньше Поэтому Смотрите Я предпочитаю Делать Пятку Вот эту Треть Шире Чуть Шире Будет Меньше Заострять Больше Одной Треть Нельзя Будет Шпора А не Пятка Если стоит вопрос о том Что одна петля лишняя Добавляйте ее сюда Если две петли лишние То конечно Они будут по краям Распределяйте Как Как у вас Полотно делится на три Я ничего делить не буду Изначально Я просто Знаю Что так У меня 23 на три Это Это семь И две лишние Значит Семь Петель У меня Должно остаться Внизу Серединки Поэтому Эти у меня Иглы Как стояли Так и стоят На этих Я начинаю Провязывать Пятку Переднее положение Ставлю И Довязываю До одной Третьей Ай Пальцы 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 смотрю что получается поскольку 23 на 3 недельца получается 8 8 7 вот то чего больше если 2 по 8 получается значит по краям если 2 по 7 1 6 ну вот опять же одна игла значит середину две иглы значит края должно здесь быть по 8 в середине все 1 2 3 4 8 1 2 3 4 8 и 1 2 3 с половиной 7 мы вывязали середину пятки теперь я вижу нижнюю середину вот эту часть и моя задача поскольку вот эта часть нет никуда не входит она идет в длину верхней части голенище так скажем вот эта часть идет в длину стопы обнуляю счетчик вот теперь на этом этапе я вам говорил что мы будем высчитывать количество рядов стопы процессе вязания счетчик обнулили я ставлю иглы в работу и заодно считаю сколько у меня вот тут рядов и вот это количество рядов четко равно вот этому количеству рядов там что не одинаковые изделия что одна страна что другая это это будет вывязываться золотой ниткой потому что вот это все золото ты всю золотая часть они равны значит эта часть равна этой и они обе входят в размер 70 рядов поэтому сейчас я узнаю сколько у меня вот здесь вот рядов и корректирую длину стопы я ввожу иглы в работу по одной как выводила так ввожу уже считая ряды 8 вяжите грузики иначе могут проблемы 9 10 11 12 12 14 15 16 у меня пятка вот это вот 16 из того что у меня получается 70 рядов это общая длина стопы минус 16 минус 16 38 и того вот здесь вот я провязываю 38 рядов 16 38 16 вот такая схема прямо по ходу дела вывязано знаю что здесь 38 рядов корректируем длину санок если я говорил что у меня будет разделение санок на половине значит я провязываю здесь вот 16 рядов вернее даже вот здесь 16 и делаю убавки вот я вывязываю такую хитрую форму саночек очень симпатичную очень хитрую форму и кстати смотрите тоже получается очень симпатично 20 рядов у меня 1 получается снеговичок потом вот такой вот 2 и 3 будет поменьше можно вот здесь провязать 20 рядов и тогда тело третьего шарика будет равно второму будет шарик снизу шарик сидящий и шарик лежащий причем вот эти два шарика у нас будут равны смотрите как вам нравится можно здесь 20 рядов тоже провязать и тогда останется 20 и восемнадцать 38 это конечно не 16 это 19 вот насчиталась 19 сойдет 20 и 18 отлично тогда все верно математик великий великий математик я так и так и считаю без калькулятора ни шага провязываю 20 рядов и 18 рядов у меня остается от точки середины вот учитывая что здесь пойдут скосы скосы я буду делать тоже по мере выполнения самое главное мне знать что вот эта вот . 20 рядов и теперь провязав пятку я больше не завишу от вот этого мешка вот от этой части мне она больше не интересно у меня все это висит ведь единым полотном полотно одно вот так вот оно висит все я возвращаюсь к основе голубой части и вижу свои 20 рядов совершенно спокойно добавляю еще никаких меток я тут ставить не буду делать я их буду потом после того как мы с вами свяжем можно будет разными способами выполнить я вам о них расскажу итак сейчас я оставлю в рабочее положение часть основы санки передняя вывязываю 20 рядов ирис ирисом клопком так и смотрю у меня здесь была петля которая лежала отдохнуть чтобы не мешать я ее ставлю обратно возвращаю петлю от ириса и убираю петлю от санок можно этого не делать но у меня поскольку ручная прокладка я могу случайно зацепить и поставить в работу либо обвязать обвить нитки у меня разделитель серебряной платины перепутать сложно каретку перегоняю счетчик обнулить в рабочее положение ставлю иглы основы под снеговичка проверяю в язычке иголок провязываю 20 рядов ой 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 не делала на низке 1 2 3 4 4 5 4 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 12 13 15 20 22 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 не ставить, делаю количество петель по ходу работы, как мне понравится. Итак, первая игла в переднее положение и вяжем пяточку, 2, обвели иглу вперед, 3, 4, 5, 6, 7, 8, много не будем, 9, 10. В общем-то, наверное, достаточно. Такой вот небольшой уголок. Все, с основой снеговика мы закончили абсолютно. Могу обрезать эту нитку, она мне больше не нужна. Больше я ей вязать не могу. С хлопком закончили. Вот здесь вот беру метки. У меня меткой является бумажный скотч. Совсем тоненький, надо даже не найти. Бумажный скотч. На каждой машине свои метки, потому что каждая машина имеет свою угольницу, свой цвет, свой материал. На машинках таких вот черных, черный пластик. К нему сложно подобрать, чем бы на нем рисовать. Мел очень быстро стирается, его надо постоянно обновлять. Поэтому мелом можно пользоваться так, на пару рядов, что называется. Или когда нам надо постоянно смещать метки. Когда нам метка нужна будет какое-то время, пользуйтесь скотчем. Очень удобно. Именно бумажным. Он не оставляет следов и легко снимается. Но при этом отлично держится все время, пока он нужен. На рельс, на игольницу, между иглами. Вот такие вот тоненькие-тоненькие полосочки я надеваю, надеваю, наклеиваю, наклеиваю. Правильно. Между иглой, которая впереди и между иглой, которая в работе. Все. Вот эта метка. Я дохожу до этой иголки и знаю, что следующая у меня будет уже без увеличения. Это так. Такой вариант. У вас, если машинка вся металлическая, блестящая, старый косметический карандаш. Идеально работает в этом плане. Не пожалейте старого карандаша. Выделите себе и будете очень-очень счастливы, потому что действительно работает отлично. Так. Все иглы в переднее положение. Возвращаемся к вывязыванию санок. Смотрю по схеме. Что у нас тут? 20 рядов прямого полотна. Значит, я 20 рядов прямого полотна санок вывязываю. Естественно, не забыв поменять плотность. Плотность для вязания санок. Прямым полотном на половине санок вывязываю. 20 рядов. Так. У меня здесь стояла игла. О, петля, простите. Чтобы не мешалась. Я ее возвращаю обратно. Здесь, смотрите, у меня получается так, что на иголке две петли. Петля и накид. Я могу ее перекидывать и могу оставить. Потому что она, если я с накидами буду перекидывать эти все петли, они могут мешать. Потом не разберу, где какая. Поэтому я сейчас просто ставлю в рабочее положение часть санок. Обнуляю счетчик. И 20 рядов. Начинаю провязывать. Особенностью провязывания является в том, что я каждый раз навешиваю петлю на иглу. У меня получается вот такое одновременное соединение. Очень аккуратное. Декером под рукой лежит рядышком. И поехали. Раз, два. И лучше это делать со стороны противоположной каретки. Так, раз. Ничего не обвиваем. Два. Смотрите, здесь у меня отверстие. Само собой получается. Мне надо было, конечно, тут обвить. Значит, беру... А, здесь зацепила. Беру через одну. Здесь у меня отверстие получается. Потому что я вот тут должна была провязать, но я не забрала. Надели. Раз, два. Три, четыре. Когда буду соединять с вязанием... Буду вязать снеговика. Учту этот момент. Раз, два. Соединили. И до конца. 20 рядов я должна вот так вот провязать. Соединив оба полотна. Видите, у меня происходит соединение полотен. Вот здесь вот отверстие. В принципе, можно будет подвязать просто ниточкой. А можно соединить именно снеговиком. Когда мы будем его ввязывать. И вот так 20 рядов, соединяя полотна, вяжем. Провязали. Выровняли полотна. Вот это отверстие. Сейчас подвяжем. Все соединено. Вот. Полотна идеально соединяются. Все отлично. Сейчас. Помните, что у меня вот здесь вот уголок. Если я начну вязать прям, у меня здесь вот мешок. Его видно. И эти уголки надо выровнять. Тут есть два варианта. Самый простой. Это взять нить того же цвета, который мы вяжем в нашей санке. И со второй стороны выровнять узор. Сначала с этой стороны. А потом, зная, что у меня от этой точки прямого полотна, до которой мы сейчас находимся, 20 рядов. Вот она. До начала вывязывания пятки, 18 рядов. И вот за эти 18 рядов я должна выровнять вот эту часть. То есть я буду провязывать каждый раз больше, больше и больше, пока не дойду вот до этой точки. До первой метки. Вторая метка у меня тоже должна вывязываться. Но вывязывать ее одновременно не буду. На этой машине я могу это делать, но я делаю для всех машин урок, поэтому вывязываю постепенно. Как если бы у меня была машина с нитеводом и единой ниткой. Поэтому будем вязать частями. Эту оставляю в переднее положение. Перевожу каретку на сторону, где у меня первый уголок. Вот эти вот петли я должна вывязать. Беру другую нить. У вас тоже, если есть другая нить, возьмите ее. Либо из серединки, катушки, либо как-то еще можно это сделать. Либо вводите в рабочее положение вот эти все иголки до первой метки. Переводите нитки сюда, иглу сюда. И вывязывайте вот эту часть. Тоже вариант. Еще раз. Провязали увеличение, которое мы еще будем с вами делать. Вы посмотрите сейчас до первой метки. Потом провязываете, довязали до метки дальше, до самого конца вязания. И вводите в работу постепенно вот эту часть. Ввели в работу и едете дальше общее полотно вязать. Если вы не хотите рвать нитку или у вас нет второго клубочка. У меня второй клубочек есть. Я буду сейчас вводить иглы в работу до крайней меточки. Вот, мне нужно несколько петелек ввести. Провязываю ряд. На одной игле. Ставлю в рабочее положение одну иглу. Раз. Обвила. Два. Вторую иглу. Раз. Обвила. Два. Третью иглу. Четвертую иглу. Последнюю иглу. У меня следующая уже идет прямая. Раз. Два. Вот. Вот до вот этой нитки уголок вывязан. Выровняли. Одну сторону. Отрезаю нить. Соединю ее потом, когда провяжу с той стороны. Возвращаю каретку. Игла в переднее положение. Возвращаю каретку к рабочей нити. Ставлю все в работу. Вот эти 20 иголок, которые мне стояли. Я знаю, что у меня по плану 18 рядов. Каретку, ой, счетчик обнулили. И вводим в работу. Соединять больше ничего не надо. Сейчас все пойдет единым полотном. Я знаю, что при первом же ряду я должна ввести в работу первую иголку. Мы идем на увеличение. Это как здесь. Первую иголку провязывали, единственную петлю. Так и здесь. Я первую иголку ставлю в работу. Итого у меня 20 игл, ну сколько-то игл до нуля санок. И плюс первая игла основы. Обвили. Два. Вторую иглу ставлю. Раз. Два. Третью иглу. Я выравниваю саночки. Четвертую. Щетчик считает. Последняя. Вот она метка. У меня последняя игла. Вот выровненное полотно. Видите, оно уходит в сторону. Оно выравнивается. Теперь у меня санки уехали в сторону. Все отлично. Девять. Десять. Я провязала 10 рядов из 18. Теперь мне надо еще 8 рядов. И уголок полотна. То есть уголок носочек. Ставлю все в рабочем положении. И на всех этих иголках, вот на всех, какие у меня есть на машинке провязывающую, 8 рядов. Здесь вот могу соединить нитки. Вот. Вот мое фигурное полотно. Как мы с вами и рисовали. Дырчатое ведро. Просвечивающее. Дырявое. Основа под первый шарик. Основа под второй шарик. Основа под третий шарик. В закругленных саночках. Вот оно закругление. Видите, вот мы его прекрасно вывязали. Вывязали Вот эту часть. И теперь вяжем носок. Носок, носка. Абсолютно аналогичный пятки. Вот таким же образом мы вывязываем носочек. Поскольку у меня нить осталась не с той стороны, где, собственно, мы этот носок будем вязать, я его спокойно перевожу сюда. Один ряд ничего не меняет. Пускай он будет здесь. Щетчик мне вообще больше не нужен. Вот эти метки мне тоже не нужны. Они меня будут только сбивать и мешать. Они свою работу выполнили. И теперь ставлю в переднее положение иглы со стороны пятки. И провязываю с другой стороны точно такую же пяточку. Это будет у меня носочек у носка. Ну, одной игле, выводя их из работы. Щетчик больше, в принципе, не нужен. Все. Чтобы его не дергать, он у меня слабенький, старенький, лучше снять. И поехали вязать носок. Тоже до одной трети. Все абсолютно аналогично. Беру семью иголку. Так, раз, два, три. Опа, вот это уже лишнее. Все, семь. Считаю раз, два, три, восемь и семь. И здесь восемь. Все, мы провязали нижнюю часть. И теперь ввожу в работу по одной игле с другой стороны. Мы пошли на расширение. Тут главное не увлечься сильно. И не перестараться. Потому что, как я уже говорила, если меньше трети будет на пятке, это будет шпора. Если меньше трети будет на носочке, это будет какой-то уже восточный носочек. А вовсе не носок четко по ноге. Для каких-то изделий, может быть, это и выход, но не для того, что мы вяжем сейчас. Вариант в смысле. Так, и последнее. Такой момент. Вот здесь у меня обкрут. Что можно сделать? Я могу сейчас его сбить. Могу провязать вот эту петлю. Могу ничего не делать, снять, но вспомогательную нитку. Но вот этот обкрут мне все время мешает. Он такой коварный достаточно. Потому что получается на одной игле две петли. И когда я буду зашивать, это мне мешает. Поэтому я просто беру этот обкрут, провязываю в качестве петли. И у меня получается просто петля на носке. И теперь я совершенно спокойно вот эту всю снимаю на вспомогательную нить. И когда я буду сшивать носок, я его соберу уже на носок. Сейчас я собирать ничего не буду, потому что оно будет мне мешать вязать снеговика. Вот когда я вывяжу снеговика, буду делать сборку уже, собирать носок, тогда и зашью. Заранее ничего делать не надо. Количество нити. Нитку я тоже не буду хранить на вот таком клубке, чтобы это все за мной болталось и мешалось. И оторву два вот таких вот мотка. Мне этого для зашивания будет более чем достаточно. Беру все полотно полностью, снимаю на вспомогательную нитку через один ряд катушечной. Вот катушечная у меня под рукой попалась черная. Катушечная должна быть очень хорошая нитка. Она не должна рваться. И она должна быть контрастна основному полотну, чтобы ее было видно. Не рвется, проверяем на руке, все отлично, не рвется, значит и машина не порвет. Если сейчас нитку порвет машина, она мне все петли спустит. Поэтому очень важный момент, выбор катушечной нитки. Один ряд бросовый. И несколько рядов вспомогательной нитки. Любой. Вот какой хотите. У меня здесь образцы из старенькой фиолетовой. Вот ее и возьму сейчас. фиолетовую. Смотрю, что все иглы на месте. и снимаю. Несколько рядов. Еще такой момент. Если вы планируете нескоро вернуться к вязанию, или вы боитесь, что у вас все это спустится. Очень вероятно, что пока мы будем терзать в разных направлениях наш носок, эта вспомогательная нитка распустится. И само собой у нас все петли полетят. Чтобы себя обезопасить от такой неприятности. Не скажу, что мелкой, потому что она действительно неприятной. Нам придется поднимать все руками. Лишнюю работу мы делать не хотим. Вот эту вспомогательную нитку надо закрыть. Просто закрыть любым способом. Я закрываю косичкой. Она будет закрытой, она уже вообще никуда не денется. Таким образом мы себя обезопасим и не будем выполнять лишнюю работу. По подъему петель. Особенно это важно, когда у нас какой-то рисунок серьезный. И слетающая вспомогательная нитка спускает петли основного вязания. Ужасно. А сейчас мы ее закрываем. Когда мы сошьем полотно, мы сошьем открытые петли, катушечную нитку вытащим, и вот эта вспомогательная просто срежется с полотна. Она никаким образом нам мешать не будет. Сейчас я ее... Ой, так неудобно, так неудобно. Снимаю. И смотрим, что у нас получилось. Смотрим. Саночки. Здесь вот все зашивается. Носок вниз. Вот наши саночки для снеговичка. Вот здесь у нас голова. Первый шарик, второй шарик. Все как хотели. Санки по бокам идут как надо. Собственно, вот наш снеговик. Ведро готово. Все связали правильно, мне все нравится. Теперь наша задача вывязывать снеговика. Берем наше полотно, вот оно, и будем надевать его на вязальную машинку. У нас вот здесь есть петли. Вот они. Мы будем брать петлю и надевать ее на машину. Количество петель известно. Вот первая же петля, вот отсюда до сюда у нас идет прямое полотно. Вот количество петель, которые мы должны надеть на машинку. Но, поскольку у нас снеговик весь выпирающий из санок, он такой весь пухлый, рыхлый, количество петель будет больше. На три, на четыре. Смотрите, насколько выпирающим, насколько огромным, насколько пушистым вы хотите делать этого снеговика. Четыре петли, это будет достаточно объемно. Если вязать один в один, то это будет не снеговик, а чуткое повторение ноги. Это неинтересно совершенно, он должен быть больше нашего вязания. Явно три, четыре петли это самое то. Поэтому считаем, сколько у меня здесь петель. Вот это уже пошло на уголок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот это уже пошло на увеличение. Одиннадцать петель. Прекрасно. Я из них сделаю пятнадцать. Вот так вот беру и растягиваю. Как я буду увеличивать? С одной петли я беру две дужки. То есть дужка на одну сторону, и эта же петля пойдет на другую. Поскольку в середине ее разделяет ниточка, то это будут две разные петли. Они и провяжутся как две разные петли. Из одной петли сделать две, вот так растянуть, не получилось бы. А поскольку она с перемычкой, то она прекрасно разделится. Самое главное, не трогать основу. Если мы будем все цеплять за основу, вот у нас разъедутся санки и снеговик. И будет видна вот эта хлопковая нитка. И вот здесь получатся дыры. Мы все цепляем за санки. За основу мы не цепляем ничего. Основа нужна нам была только как наполнитель, как разделитель между снеговиком и носком. Вот только ради этого. В принципе, другой нагрузки она не несет. Только для того, чтобы разделить ногу и вот этого пухлого снеговика, чтобы дать ему форму. Основа вот эта, она держит снеговика. А цепляем мы снеговика только за санки, за основное вязание. Если цеплять, еще раз скажу, за вот эти вот нитки хлопка, вот они легко разъезжаются, тянутся. И получается, что у нас вязание разъедется, будет очень небрежно. С другой стороны, если у нас получается такая неприятность, мы всегда можем пустить какой-нибудь контур, рулик, как-нибудь зашить, разделить их. Не знаю, там масса-масса приемов. Но поскольку у нас еще должны быть здесь салазки, поэтому тут много еще чего должно быть привязано, утяжелять тоже не будем. Будем вязывать санки. Итак, 15 петель на вязальной машине. И надеваем. Начинаем вязать от носка. Вот санок. Не сверху, а снизу. Можно на самом деле вязать и сверху, можно снизу, но вот как хотите. Здесь вообще уже не важно. Здесь хоть вдоль, хоть поперек. В данном случае просто не важно. Можете поперек вязать, надеть вот эту часть и вывязать вот так вот. Как вяжется, так и вяжется. Здесь, в принципе, не важно. Мы ориентируемся на вот эти вот золотые петли. Просто дужки вот этих петель, протяжки, надеваем на иглы и вяжем, вяжем, вяжем. Вязание рыхленькое, свободненькое. Петель больше, чем на основном носке. И за счет этого у нас получается очень такой веселый, рыхлый, пухлый снеговик. Итак, 15 петель на машинку. Достаем и надеваем наше полотно. Так, у меня 15 игл и полотно. Смотрите, если я надевать буду в одну сторону, у меня снеговичок пойдет изнанкой. Если я буду надевать в другую сторону, у меня снеговичок пойдет лицом. Выбирайте сами, какой вариант вам нужен. Я буду вязать снеговичка лицом. Поэтому беру и надеваю петли. Так, чтобы у меня голубые петельки не вылезали ни в коем случае. То есть я основой хлопковой к себе сворачиваю полотно, надеваю на иглы до начала увеличения первую и последнюю иголочки и смотрю, как мне их распределять между собой. Самое главное, чтобы эти петли зеленые не попали у меня наружу. А это значит, что берем либо второй ряд, тоже как вариант, берите второй ряд. Вот он. Чтобы все, что у нас есть, оно завязалось внутрь. Вот вторым рядом, пожалуйста, тоже можно брать петли. Самое главное, чтобы ничего, петли хлопка не вылезали на наружную часть. Это не сложно. Самое главное, чтобы они были подальше. Вот и надевайте, как видите. Снеговик будет пухлый, он будет все равно вылезать из санок со всех сторон. Поэтому пускай петли надеваются вот так вот, как придется. Можно даже следующую петлю надевать. Вот так вот, вообще будет надежно. Для следующего ряда берете. И у вас все остается внутри тогда. Очень удачно. Так, получается растянутая. Смотрю, что у меня количество игол больше, чем количество петель. Это хорошо. Все, надели. И теперь придумывать ничего не буду. У меня есть два полотна. Хлопковое и золотое. Золотое это шерстяное санночки. Ориентируюсь только на санки. Никакие хлопковые нитки я не надеваю на иглы. Потому что иначе у меня будут они торчать наружу. Это не допускается. У нас все мы цепляем за санки. Мы снеговика привязываем к шерстяному полотну. К толстому. Вот это всего лишь основа. Это разделитель между снеговиком и ногой. Все, больше никакой нагрузки он не несет. Если я буду просто вязать снеговик, у меня будет огромный бесформенный носок. Потому что снеговик-то большой, пушистый, пухлый такой. Если же не будет, основа не даст снеговику растечься во все стороны. Она заставит его держать форму. Поэтому основа нужна. Хлопок только потому, чтобы не утяжелять и не делать слишком жаркие в нашем изделии. Поэтому все операции мы делаем, используем, не ем саночек. Только на санки ориентируемся. Увеличивается на одну петлю. Видите, здесь пошло. Здесь вот до прямого полотна. Мы будем по одной петле увеличивать. В одну сторону, в другую. Далее пойдет с одной стороны прямое полотно. С другой идет на увеличение. Потом прямо, вот до конца. А потом резкое увеличение на уже все количество полотна. Вообще никаких проблем нет. Ориентируемся на золотую нитку. Вяжем нашего снеговика. И наша задача, самое главное в этом деле, подобрать плотность нитки. Такую, чтобы она была, ну, хоть примерно равна санкам. Ниткам санок. Либо нить такой же толщины, либо плотность подбираем таким же способом, как мы это делали на хлопке. То есть методом проб рядом два полотна, чтобы у нас случайно снеговик не получился уже, чем санки. Такое вполне возможно, если не подобрать плотность, не подобрать режим вязания. Итак, мы надели все полотна. Берем желательно пушистую ниточку и вяжем. Если нитка очень пушистая, если она пушистая, махировая, просто совсем пухлая, тогда, естественно, вяжите ее изнанкой к себе. То есть вы разворачиваете полотно не хлопком к себе, а хлопком внутрь. У вас пойдет снеговик вязаться изнаночной стороной, и все эти изнаночные пушистости пойдут наружу. Это тоже очень-очень интересный эффект. Так, два ряда. Завязали узелок, узелки все свяжем, соберем потом. И надеваем следующую петлю. Петлю опять, смотрите, чтобы не попала у нас наружу никакая ниточка. Берите подальше. Если нитка основы попадает наружу, можно будет потом закрыть ее каким-нибудь трубчиком, руликом, чем-нибудь. Но пока у нас такой задачи нет, вяжем вот так вот, как есть. Рыхленько надеваем на иглы каждый раз петлю, так, чтобы не торчала хлопковая нитка. Придумывать ничего не надо, все уже сделано. Наша задача повторить контур. Сначала прямо, сначала на увеличение, потом прямо, потом резко увеличить по имеющимся уже следам. Самое сложное это увеличение как раз вот здесь, на саночках, в самом начале. Привязывать пока ничего не надо. В принципе, можно было бы вязать с одновременным привязыванием к полотну. То есть мы провязываем какое-то количество рядов и привязываем его к нашему изделию. И тогда у нас снеговик точно будет держать форму. Но мне кажется, что в данном случае лучше, если мы его пришиваем руками. Если мы его пришиваем руками, он у нас будет более рассчитанным, что ли. То есть мы уже по месту определим, где мы что пришиваем, где у нас какая деталь, где у нас пузико у снеговика, где голова. Вот, мне кажется, гораздо более правильно. Правильно. Поэтому сейчас всего лишь привязываем снеговика к санкам. Доводим количество петель до исходного плюс несколько петель, на которые мы увеличили. Мы увеличили на 4 петли, можно будет увеличить еще. И тогда вяжем прямое полотно уже по имеющимся, по длине. Можно по счетчику, можно ориентируясь только на вязание. Так, у нас было 23. Значит, мне еще добавлять и добавлять до 23 плюс 4, получается минимум 27 петель я должна получить. Так, это, ну вот столько, настолько мне еще расширить полотно. Вот у меня увеличение пока идет, 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 идет. Вот, как раз на эти 27 петель я и выхожу. Итак, вот таким вот образом, надевая каждый раз иголки до окончания расширения. Вот тут оно видно, вот, когда у меня дорожка упирается уже в хлопок, я вижу, что здесь она увеличивается, а вот здесь она уже пошла прямо. Вот вся дорожка. Вот до этой петли я делаю расширение дно на 27 петель. И после этого иду уже ориентируясь на вот эту вот золотую нитку, либо на счетчик. Вот эта часть, вы ее никаким образом не обходите, вы ее точно так же ввязываете, вот, ввязываете, ввязываете. Можете заодно вот эту часть где-нибудь подцепить там изнутри, а можете и не трогать эту дырку. И вяжете по прямой, вот от конца расширения до начала головы. После чего мы наденем оставшиеся петли на иголки и провяжем голову. Все. На этом мы с вами закончим вязание снеговичка. Поэтому сейчас вот таким вот образом расширяя полотно, вы ввязываете, потом ввязываете каждую петельку. Вот, через протяжку. Все, как мы с вами привязывали здесь, только делаем это, привязывая золотую нитку. Провязали. Видите, вот у меня соединение с салазками. Вот так вот оно все пошло. Никакой дырки, естественно, нет. Ничего нигде не торчит. Дошли до верхнего края, до первого шарика, до угловы. И надеваю эти же петли на иглы. 23 у меня должно быть. Это по изначальному количеству. Ну и плюс еще 3 петельки. Слишком много тоже не буду, потому что получается очень так объемно. Потом я достаю нужное количество петель, игл, простите. И за петли золотой части, этих золотых ниточек, надеваю их на иголки. Больше мне соединять ничего не надо. Все, что надо, все, что можно было, я уже соединила. Поэтому сейчас я всего лишь провязываю 20 рядов. 20-22 ряда, потому что первая голова, она будет совсем объемная. Просто на иглах ничего ни с кем, ни с чем не соединяет. Соединять все буду сразу, когда буду сшивать полотна. Сейчас не буду этим заниматься. Итак, надеваю петли на иглы. Все уже довязано. И вяжу 20. Я провяжу 22 ряда. Все, надеваю 22 ряда белой ниткой. И будем соединять полотна. В принципе, можно будет точно так же надеть нашу ведро на иголки и закрыть косичкой. У нас под ведром будет еще и косичка отделочная. Но это я буду делать, когда провяжу 22 ряда на всех-всех иглуках. Провязали. И вот, что у нас получается. Полностью вязанное полотно. Вот оно. Здесь у нас начало. Здесь у нас саночки наверху. Теперь я вот эту часть с короной, с ведром, вот так же надеваю на иглы. Растягиваю его максимально, чтобы надеть на первую, на последнюю. И закрываю косичкой, белой ниткой. Здесь вот за черные ниточки, вот за черный ряд соединительный, который у нас был. Вот так вот надеваю. Здесь. Теперь надеваю за краешек с другой стороны. Узел завязан уже закреплено все раз. Раз, два, три. Подзатянуто, потому что узел завязал, в принципе, можно было не завязывать, но декером можно все это подтянуть. И не провязывая ни одного ряда, ничего больше не делая, аккуратненько закрываю косичкой и черные петли, и вязанное полотно. Вот здесь достаточно широкие петли, в серединке их гораздо лучше видно. Делаем так, чтобы хлопок полностью ушел внутрь, чтобы снаружи его нигде не было. И все, основа у нас на этом связана. Нам останется только отделка. Отделка уже все гораздо проще. Самое сложное мы с вами выполнили. Так, надеваем все петли ведра на иглы и закрываем косичкой. Снимаем полотна, и можно полотно чуть-чуть припарить. Вот наш снеговик на салазках. Так он выглядит в разложенном виде. Сейчас моя задача настолько сшить. После того, как мы его сошьем, мы уже будем заниматься окончательной отделкой. Сейчас сшиваем. Первым делом, конечно, сшиваем открытые петли. Для этого мне нужна игла. Сейчас будем делать горизонтальный трикотажный шов. Иголка с толстым ушком. Эту толстую иголку я сейчас надеваю в нитку. Нитку под эту длинную нить, которую я оставила, когда закончила вязать салазки нашей золотой ниткой. Надеваю при помощи катушки нитку в иголку. И начинаем сшивать. Длинные хвосты уберу. Вспомогательные. Не будет сильно мешать. И начинаем. Начинаем сшивать с краев. Беру две части лицом к лицу. Нитка, иголка. И смотрите, нитка у меня с этой стороны. Значит, первую петлю я подцепляю с противоположной. Вставляю нить, иглу, сверху первую петлю и вывожу из второй. То же самое делаю теперь с той стороны, где у меня нитка. Здесь петля попыталась убежать. Я ее подправляю. Вот она. Вставляю в первую петлю сверху. Поэтому я и закрываю всегда полотна. Вспомогательные. Чтобы ничего никуда не убегало. Иначе петли все начинают просто убегать быстрее, чем я их успеваю ловить. Так, сверху в первую петлю. Сверху вниз. И снизу вверх во вторую петлю. Катушечная нитка отлично все разделяет. Ничто никуда не цепляется. Ничего никому не мешает. Так, вот здесь вот у меня какой-то узел. Он мне тоже мешает. И его отрежет спонятная нитка. Все, что цепляется, отрезаю. Первые две петли. И дальше поехали. Вставляю иглу сверху вниз во вторую петлю, из которой мы выходили. И выхожу из третьей. Подтянули. Вставляю иглу в третью петлю, из которой мы выходили. И выхожу из четвертой, с другой стороны. Вставляю сверху иглу в ту петлю, из которой мы вышли. И выхожу из следующей. И вот таким вот образом я имитирую провязывание ряда. Видите, получается совершенно отсутствие шва. Никакие вспомогательные нитки пока не снимаю. Катушка отлично все разделяет. За счет того, что мы закрыли вспомогательную нитку, ничего никуда не убегает. Все очень хорошо получается. И вот так вот до угла я зашиваю. Почему я все время зашиваю с краев? Только потому, что мне не надо выискивать, высчитывать, где середина. Не надо начинать. И к тому же с краю у меня всегда находится нитка рабочая. Которую я и зашиваю наше полотно. Вот. Вообще нет шва. В принципе, можно, если вы хорошо умеете сшивать горизонтальным тракотажным швом, можно делать его и со стороны, с этой же стороны. То есть можно было и с этой, и с этой. Вообще без разницы, с какой стороны тогда делать у нас носок. Если это важно по каким-то соображениям отделки, вот как здесь у нас снеговик, тут есть свои нюансы. Если вы вяжете какой-то носок со своими нюансами, там этот вопрос может быть важен. Поэтому отрабатывайте этот шов, чтобы его не было видно. У вас всегда будут идеальные носки. Сшивать не дольше, чем другими способами, но в разы аккуратнее получается. И вот после того, как мы закончим этот шов, которого вообще не видно у нас, можно будет убрать вспомогательную нитку. Мы доходим до центральной петли или до двух, смотря сколько у нас было четное, нечетное. И просто нитку выдергиваем катушку, а вспомогательная сама отваливается. Если что-то где-то зацепили иглой, это уже не страшно. Можно и оторвать. Дело идет достаточно быстро. Таким же способом мы сшивать будем. Можно сшить и бока. Правда, не петля в петлю, а за край. Тоже вариант. Бока мы будем сшивать. Можно на машинке, можно руками, вообще без разницы, как вы будете сшивать боковой шов. Сейчас мы закончим с этим. Прикинем, что у нас получается с носком. И тогда будем заниматься боковым швом. Ну вот, совсем чуть-чуть остается. До конца дошиваете и убираете вспомогательную нитку. Как видите, за счет катушки все очень хорошо получается. Если бы ее не было, у нас цеплялись бы нитки одна за другую. Это очень неудобно. И так идет четкое разделение. Я вижу, где эти петли проходят. И они мне не мешают. Последние, последние. Нитку вывожу внутрь и завязываю. Все, на этом эта часть закончена. Так, вот она, последняя петля здесь. И вывожу отсюда и захожу. Так, и вывожу ее в петлю противоположного края сверху. Последнюю. Все, носок сшит. Вообще ничего не видно. Убираю катушку. И с другой стороны. Так. И с другой стороны. Продолжение следует... Выдернули, нитка вся ушла, следов нет. Завязываю здесь узелок, так чтобы не было никаких отверстий. Затягиваю его ногтем при помощи ногтя и все. Эта нитка уже вообще никогда никуда не денется, можно ее простегать. Вот этот петельный столбик, который у нас тут. И так есть... Ой, по накидам. И все, вот наш носочек. Вот так вот он выглядит сверху, вместе с нашим снеговиком пухлым. Так, все. Теперь моя задача эти носки сшить. Сшивать я их буду. Тут два варианта. Если мы будем елкой прикрывать весь шов. То есть представьте, что у нас вот такой носок. Если шов у нас традиционно внутри, зашиваем внутрь. Если шов у нас будет прикрыт елкой, но для этого елка должна идти по всему шву. Я не уверена, что у нас елка пойдет по всему шву. Возможно, где-то она от этого шва будет отходить. Поэтому зашиваем носок внутрь. Все как обычно. Поэтому сшивать я его могу на машинке. Могу сшивать руками. На машине, мне кажется, проще просто потому, что мне не придется ни о чем думать. Я просто надеваю за протяжку петли. С одной стороны, с другой стороны. И за протяжку, либо за целый петельный столбик их зашиваю. И таким образом у меня получается очень хороший шов. Беру машину. Сейчас буду сшивать. Но сначала мы немножко набьем нашего синтепона. Чуть-чуть. Много не надо. Нам надо придать ему пышности. Если мы не будем его набивать, он у нас не будет оттопыриваться. И вот эти вот перетяжки будут просто безобразно смотреться. Будут какие-то складки. Поэтому немножко его надо набить синтепоном, синтепухом. У кого что есть. Любой набивочный материал. И после этого можно уже зашивать. Формировать перетяжки снеговика мы можем уже и после того, как он будет полностью сформирован. Перетяжки снеговика мы делаем на ноге. Так вот. Запихали. Еще и исходя из такого утеплителя я делала хлопковую основу. Видите, у нас насколько сразу стало все это пушисто. Сразу оцените, какая у него голова мощная. О, уже явно похоже. Вот здесь вот мы перетянем. Видите, вот первая голова. Вот здесь мы перетянем пузо. Уже будет похоже на снеговика. Потом распределим. Это можно легко сделать карандашом или декером. И сейчас зашиваем. Зашивать будем на машинке. Учитывая, что у нас есть петельная проба. Петельная проба будет идти по снеговику. Две с половиной петли у нас. В одном сантиметре. Здесь количество сантиметров определяется вот таким вот образом. Вот начало сшивания носка до корону мы сошьем руками. Вот так вот. Почти 29 сантиметров. С таким вот перетяжками 29 сантиметров. 29 сантиметров. Это наши петли иголки машины. 29 у нас на две с половиной. 70 игл. Беру 70 игл машины и выворачивая наизнанку наше изделие. Вот так вот аккуратненько совмещаю. Можно сколоть изначально. Этот мех весь заколоть. Потому что он пытается вылезти. Мулавками закалываете. Немножко заодно все это выровняется. И тогда уже надеваете на иглы. Причем если белую часть снеговика можно надевать за петельный столбик, то внутреннюю, вот эту хлопковую, за кончик, за кончик, за кончик, за протяжечку. Причем можно даже не за каждую. Так, через несколько раз, чтобы только ее поддержать. Ну и за протяжку уже можно надевать и цанки. Чтобы было меньше у нас тут полотна. Тогда мы можем закрыть золотой ниткой и все прикроется. Если будет что-то откуда-то вылезать. Потому что за протяжку соединять, честно говоря, не люблю. Предпочитаю соединение за столбик. Но это будет очень грубо, очень много. Поэтому берем 70 петель и надеваем наше изделие. 70 петель, вот они. И, зная, что у меня изделие будет соединяться вот так, надеваю сначала одну часть лицом к себе. Насколько я помню, надеваем сначала внутреннюю, видите, вот эту внутреннюю, хлопок. Насколько я помню, я имела в виду, что за полный петельный столбик надеваем белую часть, все остальное за протяжечку. И начинаем с краю. За одну протяжку раз, за петельный столбик. Здесь. Так, ну еще парочку раз, за одну протяжку. На полный петельный столбик. Сначала. Теперь с другой стороны. За протяжку. Вот у меня край. И надеваю протяжечку в эту часть. Ну и выравниваю середину. Все очень просто. Главное смотреть, чтобы была четко. Четко край, чтобы мы никуда не уехали. Не зацепили больше, чем надо. И надеваете одну часть. И надеваете вторую часть. Так вот сюда. Потом выворачиваем наизнанку. Надеваем сначала белую часть, потом сверху подложку. Как она уже ляжет. И закрываем все той нитью, которая у нас больше. Большинство. То есть там, где у нас идет золотая нитка, закрываем золотой. А по белой части закрываем только белой. Никакую другую нить уже не вплетаем. Надеваем наше изделие. Наделенные иголки. Теперь закрываем. Здесь у меня торчит белая ниточка. Здесь кусочек золотой. Так и буду закрывать. Закрою все язычки. Потом пускаю иглу. Беру нить. Когда она заканчивается, привязываю к ней рабочую нитку. Чтобы не плодить хвосты. И вяжу. Закрываю до начала золотой нитки. Точно так же привязываю к ней золотую ниточку. И закрываю оставшиеся петли. Таким образом у меня получается минимальное решательство цветовое. Закрываем. 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 Ну и поехали. Вот так вот. Просто самым обычным способом можно закрыть. Это, опять же скажу, один из вариантов за зашивание. Но мне он кажется здесь наиболее удобный. Потому что мы сразу контролируем все полотна. Зашивать руками сразу такое количество слоев очень сложно. На машинке же мы эти все слои надеваем по очереди. Мы видим, как они распределяются. И таким образом мы себя подстраховываем от достаточно больших, там, серьезных неприятностей в виде перетяжек, забытых петель, перебитых петельных столбиков и прочего. Здесь мы все надели по очереди и закрыли. Самое главное закрывать, не торопясь, аккуратно. Ну, можно было закрывать все золотой ниткой, кроме верхней головы. Можно, вот как я закрываю, потому что присутствует и белое, и золотое. Самое главное, закрывайте с одной стороны рыхленько, так, чтобы не перетянуть края, с другой стороны тоже не слишком свободно. Иначе у нас будет шов очень растянутый, расходящийся. Доходим до золотой нитки, отрываем белую. Видите, подложку, эту хлопковую, я надевала через иглу. Ее, не обязательно каждую, ее нужно, ой-ой-ой, только прихватить. Тут же не было петли бока. Самое главное, не сбивать именно столбики петельные. Если начали за протяжку, то за протяжку. Если начали за петлю, то за петлю. До конца. После чего мы с вами примерим этот носочек, и на нем определимся с перетяжками. Прямо, но на ноге. Так, последняя петля. Открываю белую. Затягиваю ее. Первую золотую. Привязываю ее к нитке. И продолжаю закрывать уже золотые петли, санки до конца. И смотрим, что получается. Узлы никуда не денутся. В принципе, они мешать не будут. Если будут мешать, их можно убрать в шов. Аккуратненько так. Еще раз говорю, это как вариант. Можно закрывать петли наружу. И будет все. Тогда все нужно прикрывать аппликацией. Тогда все нужно прикрывать елками. Там же никаких сбоев в этих елках быть не должно. Елка огромная. Все будет закрывать, прикрывать. Так, ну вот, все. Надеваем на ногу и смотрим, что выходит. Ну вот он, носок. Вот так вот он получается, наш снеговик. Теперь смотрим, где у него голова. Вот первая часть головы. Вот первый снежок. Вот второй снежок. Смотрим так, чтобы эти снежки были распределены равномерно. Эту вату равномерно распихиваем декером. И перетягиваем. Первая голова. Первый снежок, простите. И вот тут второй снежок. Второй снежок можно и подальше, чтобы тут такой пузо было. Вот ваш снеговичок. Первое пузо. Второе пузо. Вот он вот так вот на ноге и сидит на саночках. Сейчас наша задача этого снеговика вот таким образом затянуть. Затягивать мы его можем резиновой ниткой. Либо просто простегать белой ниточкой вот это вот полотно. Простегать его так, чтобы стянуть с основы. Еще и уплотнительную часть выполняет эта основа наша. Хлопковая. Поэтому к ней мы сейчас притягиваем синтепон. Вот так вот по кругу. По вот этим меткам. И наша задача будет сейчас зашить бок и оформлять собственно снеговика. Сейчас мы еще сделаем полозья, на которых он сидит. И будем с вами вывязывать елку уже. Вот оно все зашито. Никаких столбиков мы с вами не потеряли. Все нормально. Все отлично. Сидит он, опираясь на спинку. Очень хорошо. Затягиваем. Простегиваем белой ниткой. Полотно. Подтянув его. И начинаем оформление уже полозьев и зиономи снеговика. Контуры снеговика уже отлично видны. Вот он уже сидит. Теперь ввязываем полозья. Полозья это ролик. Ролик должен быть длинным. Сейчас мы его посчитаем. То есть полозья вот тут загибаются. То есть вот так вот оно идет, идет, идет. Через весь носок. И вот тут вот тоже загибаются. То есть вот такой вот длины. Куда я уже делаю ножницы. Минимум вот такой длины мне нужно полозья. Полозья буду делать черный. Это ролик из трех петель. Просто беру три петли. Черное полотно. Черная нитка. И вывязываю этот ролик. Трех петель. Периодически прикладываю к нему ниточку. И смотрю, хватает ли мне такой длины. Ролик может быть из трех петель. Может быть из большего количества. Но смотрите это только на ваше усмотрение. И поехали вывязать. Периодически подтягиваем. И прикладываем к нему нашу ниточку. Вот так вот. Смотрим, сколько мы провязали. И так далее. Ролик, уж какой он есть, такой он есть. Он не деформируется и больше, меньше не становится. Потому что вы потянули, он вот таким вот и останется. И смотрите, хватит ли вам такого. Или вы хотите полозья пошире. Но поскольку нога маленькая, носок тоже маленький. И полозья пускай будут тоже не велики, не большие. Из трех петель. Периодически подтягиваете и сверяете с меркой. И вяжите две вот такие вот полосочки. И пришиваете их к носку, как полозья. Надеваете на ногу носок, прикалываете рулики в виде полозьев. И пришиваете. Прикалываете, естественно, на том месте, где вам нравится. У меня вот нога маленькая, разгуляться негде. Прикалываете, прикалываю по самому низу. И пришиваете. Пришиваете, естественно, черная ниточка, аккуратненько по контуру. Можно было полозья делать шире. Тоже вариант. Шире полозья. И не такие загнутые. Вот они будут широкие. Широкие и... Менее загибаемые. Это второй вариант. В общем, как хотите. Можно узкие, можно широкие. Как вам понравится. Действительно, наверное, лучше прикалываю. Вот такие. Вот я посмотрела, что лучше вязать по 4 петли. И делать их покороче. Чтобы они только чуть-чуть загибались сюда. И чуть-чуть загибались сюда. Тогда они будут более такими. Объемными. Но с другой стороны они сильно расширяют ногу при этом. Поэтому смотрите, как вам больше нравится. Оставляйте так, делайте шире, как хотите. Пришивайте их. И начинаем вывязывание елок. Так, нам остается сделать елку. Ручки, оформить лицо. И, собственно, все. Сначала мы сделаем елку. Вот я вырезала из бумаги уголок. Чтобы посмотреть размер елки начальной. Какой размер елочки для такого размера носка подойдет. Нижний ярус вот таким вот вполне может быть. Есть несколько вариантов. Можно связать елку отдельно и пришить ее по месту, как она ляжет. Можно пытаться ввязать елку прямо с неговика. Но ввязывать с неговика можно, когда у вас уже отработаны технологии. И вы четко знаете места, по которым будете вшивать. В данном случае я считаю, что это не очень будет правильно. И мы свяжем елку отдельно. И пришьем ее так, как нам надо ее положить уже по месту. Просто пришьем эту елочку. Итак, начальный ярус. Сберу линейку и смотрю. Это 9 сантиметров. 9 сантиметров это основание. Сейчас берем калькулятор. 9 умножить на 2,5. 2,5 это количество петель в 1 сантиметре зеленого акрила. В котором я буду вязать елку. Акрил зеленый не красится, не деформируется. Для отделки самый лучший материал. Я имею ввиду акрил. Так, 2,5 равно 22,5. То есть набираем на машинке 22 петли любым способом. И начинаем ввязывать елочку. Делаю простые убавки. Высчитывать длину даже не буду. Мне важно основание. Провязываю пару рядов. И делаю убавки в каждом втором ряду. До какого-то момента. То есть у меня елка же не должна уходить в ноль. Она остается вот с какого-то момента. У меня идет расширение. И опять следующий треугольник. Поэтому оставлю петель 6, наверное, посерединке. Делаю набор по краям. И провязываю следующие ярусы. И так смотрю, сколько мне этих ярусов надо. Даже считать не буду. Это буду делать на глаз. Потому что елка сильно не деформируется. Мне нужно будет. Вот смотрю. Ну вот такого размера, в принципе, меня елка и устроит. Сантиметров 15. Чтобы она не выходила за пределы головы. И за пределы тела снеговика. То есть он не должен тащить елку, которая закроет мне весь носок. Елка небольшая. 15-16. В районе такого количества сантиметров. В районе размера линейки. И будем ее вывязывать. Вяжем ярусы и смотрим, сколько еще добавить. Два ряда. 22 петли. Два ряда. Беру декер. 2-3 иголки. Не важно. Можно делать и по краю убавки, а можно делать и фигурным краем. И убираем по одной игле двухугольным декером. Делаем еще и дорожку по краю этой елочки. Вот. Таким вот образом. Каждый ряд убираю. Каждый два ряда убираю по одной игле с обеих сторон. До 6-8 сантиметров. Как хотите. Насколько толстое основание вы хотите видеть. Причем елка может быть неравномерна. Не обязательно ее делать прям вот всю симметричную и одинаково. Можно делать ярусы совершенно разного вида. Вы на эскизе у нас видели носочки и видели какая там кривая елка и как хорошо это смотрится. Поэтому точно по такому же принципу можно выполнять абсолютно любую конфигурацию этой елки. Не обязательно делать ее очень правильной. И не забывайте, что у нас нижние ярусы елки всегда больше, чем верхние. Она идет на конус все-таки. Поэтому, когда мы будем сейчас делать прибавки, наборный край для нового яруса елочки, не забудьте сделать его поменьше, чем предыдущие. Это важно. Тогда у вас елка будет красивой. Если она будет вся одного размера, то будет уже не елка. Так, ну вот, быстро-быстро доделываем первый ярус. Ничего сложного. Убираем до минимального количества петель. Видите, у вас идет уже четкий уголок. Когда мы снимем с машины нашу елку, будет совсем четко, совсем красиво и ровно. Чуть-чуть еще. Так, и получили мы свои шесть петель. Провязываю. Пять. И смотрите, моя задача сейчас начать следующий ярус елки. Если у вас машина с нитеводом, вы можете, в принципе, делать точно так же, без брусовых нитей. Потому что здесь достаточно малое количество полотна. И набрав обвивом, навесив минимальное количество какого-то грузика, скрепки или даже поддерживая рукой, вы получите тот же эффект. Потому что если каждый раз на таком мелком вязании начинается вспомогательных нитей, ну, тяжело. Видите, добавили здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И с этой стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Добавляю. И вяжу следующий ярус точно так же. Не забудьте, что каждый следующий ярус меньше предыдущего. И поехали точно так же убирать края елки. Довязывайте елку нужного размера. И желательно ее, конечно, подпарить, потому что она вся будет загибаться в разные стороны. Ну, и так далее. Видите, у меня первый ярус, вот здесь вяжется второй и вот на длину. Периодически прикладывайте свою линейку. Видите, она не сильно-то деформируется. То есть вот эта часть, она не вытянута. Она примерно будет соответствовать размеру линейки. Вот сколько-то провязали, посмотрели, что вам достаточно. И снимаем с машины, отпариваем, получаем елку, которую сейчас будем пришивать. Вот елочка. Вот она. Большой ярус, меньше, меньше, меньше. И выходим на ноль. Елка несколько кривоватая, но в этом ее прелесть она не должна быть очень ровная. Вот так вот она ляжет на снеговика. Он ее будет немножко бочком держать. Вот отсюда пойдет ручка, отсюда вторая, и ручкой будет придерживать елку. Значит, сейчас мы вяжем ручки. Ручки, это обычные рулики. Возьму черную нитку. Черные ручки, черные глазки мне еще понадобятся. И душка для ведра, само собой. Но душку можно, конечно, взять, просто проложить, а лучше пришить. Вот такие вещи лучше пришивать, чтобы они точно не отставали, не отваливались. Для ручек берем рулики. Три иглы. Я думаю, три иголки нормально, потому что вот у нас три иголки уже сделаны санки. И, в общем-то, нормально. Толщи не надо, но и совсем тоненькие прутики тоже, наверное, не очень хорошо. Пускай будут вот такие вот ручки. Длину ручек, сейчас проверю несколько рядов. И главное, запомните, сколько рядов, потому что вторая ручка будет абсолютно такая же. Раз, два, три, четыре, четыре, четыре. Я провязала 10 рядов и сейчас померяем длину ручек. Длина, вот пойдет ручка где-то отсюда и пойдет-пойдет до середины животика. Вот одна ручка пойдет и отсюда же до середины животика пойдет таран. Вот 6 сантиметров, чтобы ручки вот так вот свободно лежали и обнимали елку. 6 сантиметров, значит я провязываю немножко рулика, подтягиваю его и измеряю. Вот у меня 10 рядов, это 4 сантиметра. Так, а точно ли 6? Ну да, может чуть побольше. Давайте 20 рядов провяжем. Ну вот 20 рядов, я думаю, что достаточно. Одна ручка, сейчас ее примерим и посмотрим вторую. Сейчас мы закончим с оформлением и так вот 20 сантиметров, смотрим. Вот так вот она пойдет до середины животика и отсюда вторая такая же. Все отлично, 20 рядов. Рядов, рулик, это ручка. Вяжем сейчас второй такой же рулик. Теперь нос, его тоже мы будем вязать. Рыжая морковка, вот у меня рыжий клубочек. Смотрю размер носа. Это тоже может быть рулик, это может быть сложенный рулик пополам, завязанный для укрепления. Для того, чтобы он четко и хорошо у нас сидел такая вот морковка. Но видите, 3 иголки взять, если сложить пополам, то получается такой толстый достаточно рулик, который будет держать форму. Я думаю, что именно такого размера нам этот рулик и нужен. То есть 3 и 3, это 6 игол, пускай он будет 6-игольный. Но хитрый мы его сделаем целиковым. Провязать надо совсем чуть-чуть. Видите, морковка. Морковка может быть и большой, но поскольку это все-таки носки, и мы будем задевать этим носом все, что можно, поэтому вязать будем небольшой рулик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы его, если что, набьем сантапончиком, чтобы он был такой массивный. И вяжет этот хитрый рулик тоже хитро. В одну сторону мы его провязываем, в другую нет. Здесь провязали. Во вторую провязываем. Вот так не надо делать. Сюда. Проехали, сюда провязали. У нас остаются протяжки. Длинные. Которые мы потом просто поднимем. Можно, кстати, снизу прокладывать. Будет проще. В машине провязывается. Так, и смотрю, какого размера-то у меня идет вязание. Видите, вот здесь вот эти рульки, протяжки. Я их подниму петлю уловителем. И в итоге у меня будет круговое полотно. Так, и длина, длина, длина. Ну, еще парочку. Раз. Видите, я не сверху прокладываю нитку, а под иглами. Для того, чтобы была маленькая протяжка. Если сверху, она будет большая. Снизу, под иглами, если провести, протяжка будет меньше. Ее проще будет поднимать. Ну, вот такого длины носа нам, я думаю, достаточно. Так, и вот так, и вот так. Собираю я его тоже, так вот, не очень просто. Складываю сначала в три иглы пополам. То есть на каждую иглу у меня идет по две петли. И следующим ярусом мы складываем их всех в одну кучку и закрываем. Мне не нужна на кончике большой мешок, мне нужен остренький кончик. И вот таким образом мы с вами получаем острый кончик. Вот наша... Так, острый кончик. Куда-то развалился. Соберем. Вот наша морковка для снеговика. Она вот такой формы получается, хитрый. И сейчас я просто поднимаю вот эти вот протяжки. Вот они внизу. Протяжки. Их видно. Я их беру и поднимаю. За счет этого у меня складывается нос. Видите, он получается круглым. И вот этот круглый нос. Сейчас последнюю петлю можно завязать ниткой, которая у меня тут лежит. Вот этот круглый нос. Видите, он получается целиковый. Вот там вот отверстие. И вокруг он круговой. Это абсолютно полноценная морковка получилась. Вот здесь вот сейчас завяжу узелок. Из имеющейся нитки на верхушке, чтобы его закрепить. И убираю внутрь носа. На кончике носа нам никакие нитки не нужны. Более того, в этот нос можно даже набить немножко синтепончиком. Тогда он вообще будет классно держать форму. И никуда-никуда не денется. Он будет такой объемный. Вот. Супер нос. Его надо будет аккуратненько пришить. Так вот по краю. И, собственно, таким вот образом мы вывязали полноценный круглый нос с закрытым кончиком. Идеальная морковь. Нам остаются глазки. Глазки можно пуговицы. Можно бусины. Вот тут все, что хотите. Я сделаю просто черной ниткой. Прошью эти глазки. Сейчас покажу. Берем. Выбираем места. И просто В серединку узелок делаю несколько стежков. Поскольку обычно снеговикам в глазки вставляют угольки, то вот такой вот стежок будет очень-очень даже нормальным. Завязали ниточку, делали второй глазик. Второй глазик. Пришили елочку так, как вам нравится. Пришили морковку на место. На ведерко вот так же простегать дужку. Вот ведро. Дужку сделаете. Берете ручки. Пришиваете так, чтобы они обнимали елочку. Елочка с одной стороны обнимается. И ручка с другой стороны пришивается. Все. И получается наш живой снеговичок. Собственно, он уже и готов. Осталось только все это пришить аккуратно по краю иголкой. Голкой с ниткой. Пришивать можно и катушечными нитками, и теми нитками, которые мы с вами вязали. И все. Наш снеговик готов. Так вот он у нас и выполняется. Вот так выглядит в итоге наш носок. Вот он. Так вот он будет стоять. И снеговик у нас поедет на саночках. Пришли елку, так чтобы она ниоткуда не отходила. Пришли нос, глазки, тушку от ведра, как я уже говорила, стежками. Ручки. Можно было сделать пальчики. Можно было ручки развести подальше, и пальчиками закончить каждую ручку. Я их просто сшила вместе на пузике. Ручка обнимает елку. Руки тоже можно было подшить, чтобы они не отходили. Жестко так прикрепить. Морковка, как я уже говорила, набитая синтепоном. Все отлично. Наше дырявое ведро просвечивающее. И елка. Елку украсить можно по своему усмотрению. У меня были пайетки, бусины, помпонами, сделанными на детской вилочке. У меня детская вилка, маленькая ребенка. И на ней сделала два помпона. Можно было больше разноцветными. Помпошками украсить. Можно было весельки пустить. В общем, украшение может быть абсолютно любое. Чем больше и ярче, тем новогоднее и позитивнее. Вот такой снеговик у нас с вами получился. Субтитры создавал DimaTorzok